Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам-ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. И так, как всегда в это время, мы встречаемся в студии нашего с вами любимого радио Финам-ФМ. Встречаемся с успешными бизнесменами. И сегодня как раз такой случай. Более того, тема нашей сегодняшней программы, я уверен, интересна подавляющему большинству россиян. Чего уж там говорить радио-слушатели Финам-ФМ. Мы говорим сегодня о строительном бизнесе в России, как он выглядит, как он себя чувствует. Всегда хотел бы это узнать. И я с удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. Это Николай Цыгану, президент инвестиционно-строительной компании «Премьер Холдинг». Добрый вечер, Николай. Да, добрый вечер. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Для этого у вас есть способы разные. Один из них это телефон прямого эфира, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495. Также вы можете воспользоваться интернет-ресурсом. Это сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю. Тема действительно интересная. Ну что ж, начнем разговор. Николай, первый вопрос. Как вот выглядит этот самый рынок? Ну, наверное, формируют рынок, любой рынок, да, ключевые, крупные игроки. Вот кто они, эти самые игроки в России? Ну, как сказать. На самом деле, если взять в масштабах страны, вот в 2019 году ввели 65, по-моему, едва или 65,5 миллионов квадратных метров жилья. Из которых порядка 35 миллионов – это высотное этажное строительство, а остальное – малая этажка. Так вот, на высотном строительстве рынок формирует порядком 20-30 компаний. Это в масштабах России? Да, в масштабах России. Компании, которые вводят по полмиллиона, по миллиону, по полтора миллиона квадратных метров. Они, в принципе, это публичные компании, девелоперские. Достаточно известные. Да, они, в принципе, формируют. Остальные – это более мелкие и средние компании. То есть, если, ну, соберутся, может быть, более-менее известные там 100-200 компаний. Остальные, как бы, это компании, которые ведут по одному, по два объекта. То есть, о них, в принципе, да, особо и не слышно, да, мы о них и не вспоминаем. И они, в конечном итоге, не формируют этот самый рынок, да? Они не формируют. Пришел человек, что-то там построил. Да, выполнил, выполнил, да, сделал один дом, построил его, сдал, взял какой-то другой. Может быть, забыли, может, не забыли. И дальше, или продолжает работать, или уходит с рынка. Я понял, я понял. Ну, то есть, да, действительно, крупный игрок, в конечном итоге, это тот, который нам интересен, прежде всего, для того, чтобы понять, как... Я бы так сформировал, что компания, которая вводит в год вот 150 тысяч квадратных метров, 100-150 тысяч квадратных метров, то уже можно считать, что компания стабильная. А давайте так, Николай, если возможно, потому что, ну, вот, мне лично сложно представить, что такое 150 тысяч. Я понимаю, что это какая-то гигантская, наверное, величина. А давайте так, вот, сколько это, я не знаю, там, 17-этажных домов, например, да, или сколько это... Ну, этажные дома, 17-этажные же бывают разноподъездные, как бы, да, там, 2, 3, 4 подъездные. Ну, если взять, в принципе, 17-этажный дом, там... Три подъезда, да. Три подъезда, да. Это П-44, по-моему, да, такая? П-44, да, ну, есть какие-то севпанельки, но считайте, это порядка, ну, где-то 10-15 домов. Вот таких, да, 17-этажных, 3-х подъездных, 10-15 домов в год. Это вот те самые 150 тысяч квадратных, ну, это прилично, это микрорайон. А, конечно, конечно. Причем надо учитывать, да, ведь сам по себе дом не возникает просто так в чистом поле, да, надо сначала облагородить, а потом мы построили... Сейчас мы же взять землю и оформим все документы. Ну, сейчас вы нам расскажете об этом. Я просто к тому, что даже 15 домов построили, но помимо этого строится инфраструктура еще сразу же, да, это обязанно. Сети, наружные сети, наружные сети, это благоустройство, это социальные детские сады, школы, конечно. Это целая жизнь, целая жизнь. Поэтому я считаю, что от 100 тысяч квадратных метров уже компания более-менее, как бы, она должна быть известна на рынке, она должна строить, вот, и они должны знать. Вот это уже, вот такие компании могут формировать и формируют, в принципе, сейчас рынок. И вот мы к резонному вопросу подошли, да, вот, собственно, премьер-холдинг в их числе. Да, конечно, премьер-холдинг в их числе, и мы вводим в год, вот, в прошлом году порядка 250 тысяч квадратных метров, вот, до кризиса, конечно, больше, в кризис немного. Ну, это понятно, да. У всех, да, да, немного был спад, хотя сейчас уже 2019 год показал рост до кризиса на 5,5% выше, до кризисного уровня. С, до кризисных уровней, да, еще плюс 5? Да, да, плюс 5, ну, 4,5-5%. Мы уже опередили те темпы, которые у нас были, хотя, вот, на МИПИМе, вот, на форуме инвестиционном, который был в Москве, Игорь Николаевич Линяев, министр регионального развития, поставил задачу вводить минимум 100 миллионов квадратных метров в год, там, в ближайшие 5 лет. А Владимир Владимирович Путин сказал, каждый год один квадратный метр на одного жителя России нужно вводить. Это 140-150 миллионов, к этому нужно стремиться. Какие они молодцы, да, вот они же раз говорят, смирно, и все, и мы все пошли сразу. Ну, и, понимаете, вот, даже если смотреть рост, то, что был до кризиса, он есть, и он действительно, и вот тенденции к этому действительно у нас нету, у нас обеспечен квадратный метр жилья на одного человека, самое минимальное, даже в раза в три меньше, чем в Европе, в любой другой стране, ну, как бы, скажем, разве-то, как мы считаем. Вот, мы к этому стремимся, и это нужно делать, потому что, действительно, жилья нету, это самая больная проблема. Да, это вещи очевидные, мы о них говорим, пишем, и все об этом знают, правда, ну, кто-то старается что-то исправить, да, сверху говорят, что надо, а снизу говорят, есть, ну, и дай бог, чтобы это было. А почему все-таки, вот, если брать, да, конкретный срез сейчас, почему вот мы и в этом смысле позади планеты все остались? Это все беда наших советских, советского прошлого? Вы понимаете, как бы, тут не беда, вот, все-таки, в Советском Союзе вводили тоже определенное количество квадратных метров, там, по-моему, 85 или 100 миллионов. Мне кажется, даже там, с точки зрения Смирно, да, и вперед, там было даже как-то это... Вот, был определенный период, там, после Советского Союза, да, постсоветские вот эти годы, которые, ну, никто не обращал внимания, и никто не придавал этому строительному комплексу внимания, вот, такого, правильного, как должно было быть, что строить нужно всегда. То есть, руки не доходили? Все, что делали? Торговали, привозили, вывозили, как бы, да, товары. Этому не было, то должное внимание, которое должно было быть, этому не было уделено. Поэтому мы похватились, там, в 2002-2003-2004 году, и пошел резкий подъем жилья. Кризис, естественно, это все остановил, но сейчас был немного спад, и опять поднялась вверх. Есть востребованность рынка, вот, жилья нету, поэтому востребованность рынка есть, и он будет дальше развиваться. И, вы же понимаете, построить жилье, это должны быть образовательные инфраструктуры, должны быть обязательно дороги, должны быть там детские сады, школы. Кроме этого, должна быть еще промышленность, строительные материалы, она тоже должна быть развита, без нее же никак. Не хватало цемента. Недалеки случаи, когда, там, 2007-2008 год, просто не хватало цемента, мы покупали цемент в Китае, в Турции, везде. То есть, вот это сейчас развивается, она должна, понимаете, она как-то синхронно должна все развиваться. Я думаю, что сейчас вот все уделяют этому внимание, от президента, министра и любого губернатора, именно этой проблеме. Я думаю, что года через 2-3-4-5 мы уже увидим, я думаю, серьезные улучшения в этом направлении. Дай бог, еще раз повторю, Николай, дай бог, вы оптимист, и я очень рад, что вы на этой позиции стоите. Но если позволите, смотрите, любая история, связанная с развитием того или иного бизнеса, да, отрасли, сегмента бизнеса, все-таки не завязана исключительно на, ну, в данном случае, на предложении, да, вы создаете предложение. Должен быть спрос, и спрос платежеспособный. Ну, опять-таки, это вещи банальные, я сейчас буду произносить, я надеюсь, вы со мной согласитесь. По крайней мере, я-то оперирую тем, что вижу в средствах массы информации, но не может среднестатистический россиян купить себе квартиру. Вот не может он просто. Сейчас мы говорим о Москве, Московской области, наверное, да? Ну, я с вами соглашусь, поэтому сейчас огромная программа, огромное, большое внимание уделяется арендному жилью. Именно по той программе, которая развита в Европе, да, уже есть целые программы, и в Министерстве регионального развития, как бы есть, и в АИЖК, агентство по тех же жилищным комиссиям. То есть арендное жилье, это не то, что я снимаю там у бабушки, я снимаю еще как... А это именно строится целевое жилье? Да, это строится целевое жилье, для этого будут выдаваться кредиты именно застройщикам, будут выдаваться земельные участки, будет такая комплексная застройка. Вот, через внешнеэкономбанк будут выдаваться деньги на АИЖК, АИЖК будет кредитовать именно банк, который аккредитован в АИЖК, будут выдавать кредиты непосредственно застройщикам. Они будут строить, это будут длинные деньги, по там 8, 9, 10 процентов, с возможностью строить и сдавать в аренду по определенной фиксированной цене. А кто этим будет заниматься? Непосредственно сам застройщик, да? Или он управляющая компания? Вот смотри, здесь как бы два варианта. Один вариант, сам застройщик построил и сам им управляет, другое дело, он построил и передает все в управляющую компанию. Управляющая компания выкупает, берет там в том же банке или просто как бы частные инвестиции, выкупает с рынка уже готовое жилье и просто сдает. Это длинные деньги, да, это там 10-15 лет, это не короткий период окупаемости, там 10-15 лет, вот. Но она сдает, это там бизнес с понятной как бы окупаемостью, с понятной заполняемостью. Я думаю, этот рынок будет развиваться, он сейчас активно развивается, я думаю, года через. Мы, по крайней мере, стараемся в этом году уже в первые там дома будем стараться вводить именно по вот этой программе, да, ИЖК именно в аренду жилья. Вот вы пару раз произнесли эту замечательную, она мне всегда ласкает слух, фразу по поводу длинных денег. Ну, очевидно, да, что многие наши инвестиционные программы вот не заканчиваются или даже не начинаются именно потому, что у нас нет этих самых дешевых длинных денег. То есть мы оперируем, ну, в целых, может быть, всей, да, всей экономике России, я могу более, может быть, конкретно говорить о финансовом секторе. Вот есть такая проблема, да, и она тоже зиждется на вполне объективных основаниях, да, банки не дают длинные дешевые деньги, потому что, а, у нас и ставка рефинансирования другая, у нас и риски другие, да, и финансовые, и политические и так далее и тому подобное. А дешевых денег сейчас нет, если до кризиса они были вот там и наполнялись ликвидно сюда, то вы видите, что сейчас там творится, да, «Мама не горюй» называется. Так вот, фраза по поводу того, что, да, будут эти деньги, и на основании длинных дешевых этих самых инвестиций будет вполне приемлемая эта программа. Насколько это реально, вот на ваш взгляд, хотя бы? Ну, я считаю, что реально, потому что уже сейчас АИЖК, если там комплексная застройка с понятной, как бы, инфраструктурой, выдает уже под, там, 10-11 процентов. 10-11 процентов, но это еще не как на Западе, да? Это не как на Западе, да, но они получают из веба, там, 6,5-7,5-8 процентов, да? Николай, спасибо. Мы сейчас прервем с вами, у нас время новостей, слушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш сегодняшний эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Николай Цыгану, президент инвестиционно-строительной компании «Премьер Холдинг». И тема нашего сегодняшнего эфира – это строительный бизнес в России. Я напомню вам, у вас есть возможность присоединиться к нашему беседе. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственным мнением. Наверняка у подавляющего большинства радиослушателей есть собственное мнение в отношении строительного... Это, знаете, старый анекдот, да? В футбол играют 11 человек, но все знают, как играть в футбол. Все могут подойти и сказать, ну что же ты, надо же было вот слева, да, слева, справа, и там надо было и так далее. У нас еще все врачи и все строители. Во-во-во, вот, и все строители, совершенно верно, совершенно верно. Так, хорошо, Николай, тем не менее, давайте вернемся чуть, отмотаем чуть выше. И расскажите, ну, в двух словах, как минимум, да, как ваш путь ваш, конкретно ваш, и вашей компании, как в этом бизнесе вы оказались? Ну, мы начинали, конечно, с генподряда. Мы начали, компания была в 2003 году, мы начали с генподряда, начали, как бы, подниматься именно со строительной части. Вот, узнали и выучили, как бы, все проблемы, которые ожидают строители там, именно в генподряде. Ну, согласитесь, это здорово на самом деле, да, что человек, ну, или компания, добившаяся чего-то в бизнесе, она должна все пройти своими, да, потрогать руками. Она сначала прошла, весь этот путь, как бы, все набило шишек, да, знаешь, сюда ходи, сюда не ходи, снег башка попадет. Абсолютно. Вот, нельзя так прийти, да, даже если у тебя огромный ключ, прийти абсолютно со стороны и сказать, о, все, ребята, я сейчас буду вот здесь вот. Ну, девелоперский бизнес, он, в принципе, составлен, как бы, на двух вещах. Это на команде, которая им управляет, как бы, на деньгах, которым ты оперируешь, вот и все. Но здесь еще важен опыт, я сказал, команда, опыт именно, а ведь ты можешь, конечно, взять объект, взять ими денег, отдать его в генподряд, который тебе его не сделает, и в конечном итоге ты его просто не выполнишь. Совершенно верно. Ты завязнешь, как бы, во всех судах, проблемах, все остальное, поменяешь одного генподряда, что на другого, на третьего. Ну, это уже другой бизнес. Да, да, да. Уже не совсем, да, да. Поэтому мы начинали наш бизнес именно, как бы, с генподряда, а вот, строили и аэропорт Шереметьево, терминал C вместе с немецкой компанией Хохтиево, да, и строили офисные центры, жилье, вот, и потом мы пришли к тому, что, вот, когда там, до кризиса, мы пришли к тому, что есть земельные участки, мы, в принципе, сформирована была команда, мы можем взять полностью в девелопмент, вот, и иметь все стадии, полностью строительство, стадо девелопмента, служба заказчика, строительство, сдача в эксплуатации, проектирование и так далее. Поэтому сейчас в группе присутствуют все компании, в целом, девелоперство, от службы заказчика, подбора, как бы, участка, генподряда, проектирование. То есть, с нуля под ключ, что называется. Да, с нуля под ключ. Ну, помимо этого, я знаю, да, вы занимаетесь, ну, можно так сказать, сопутствующим бизнесом, да, у вас есть там какие-то в холдинге компании, которые занимаются, ну, инновациями в час, сейчас модное слово. Ну, понимаете, как инновации, у нас есть наш проектный институт, и мы, мы же понимаем, что рынок жилья, он на сегодняшний день представлен, если можно там, да, на многоэтажном строительстве, либо панель, либо монолит. То есть, ну, вот. Ну, то есть, не особенно разнообразно это все, да? Да, абсолютно. А это оправдано, кстати? Хотя в Европе, да, вот скажите вы, начали. В Европе немножко по-другому, там все это сделано на производстве, там много технологий абсолютно, в Германии, во Франции, в Италии, куча технологий, которые позволяют в рамках завода строить, вернее, готовить полностью все конструкции и просто монтировать их на площадке. И они, естественно, могут быть любыми, не типовыми, как у нас все. Не типовые панельки, абсолютно, они могут. Малые этажки, 3, 4, 5, 7, 9 этажей. Я вспомнил известный, замечательный отечественный фильм, если вы помните, под Новый год мы всегда его смотрим с вами. И там самое начало, помните, да? Наши предки, да, заморачивались над каждым конкретным проектом. Сейчас у нас есть типовые жилья, везде есть 3-е, вот сейчас у нас примерно так это, я так понимаю, выглядит. Ну, немножко нет, нет, конечно, все модернизировались и все панельки, даже вы же видите, одни панель там P44, P44T модернизируются и по квартирографии. И по квартирографии, и по квартирографии, вот сейчас как бы рынок требует малогабаритные квартиры, там 25-35 метров одна комната. Вот, вот, смотрите, рынок требует, сказали вы, кто этот рынок, который требует? Рынок это покупатели. Это спрос, это покупатели. То есть они говорят, у меня нет денег на большую. У меня денег на 35-40 квадратных метров, мне нужна квартира студия, 25 квадратных метров, я готов ее купить, вот, пусть это, я возьму кредит и ипотеку. Ну, это 10 квадратных метров, мы можем, ну, возьмем, в Москве 100 тысяч, это раз, как бы, миллион. Это логично, это логично, логично, смотрите. И вот он рынок диктует, говорит, я, да, ну, ожидаю спрос на малогабаритные жилья, а нету его проектов таких, нет, отработанных технологий нет, ничего этого нет. К сожалению, да. Но рынок трансформируется сразу же, как бы, да, все проектировщики, именно поэтому мы, когда в своем проектном институте встал вопрос, мы взяли технологию, которая была в 90-х годах, монолитно-каркасного домостроения. В 90-х годах. В 90-х годах. Это была старая технология, она была, там, так называемая, чебоксарская серия, которая позволяет именно не делать крупнопанельный, завод крупнопанельный домостроения, а в рамках именно заводов по ЖБИ делать конструкции на три этажа, колонны, ригели, вот, и плиты перекрытия. До 17 этажей скорость, примерно, такая же, как панелька, но уже, можешь, архитектуру можешь делать, да, квартирографию внутри можешь поменять другую. Именно вот это, вот это, как бы, инновация, мы ее реанимировали, у нас там порядка 100 проектировщиков, которые работают, вот, и вот каждый раз мы стараемся в новый дом сделать вот архитектуру. Ну, вот они и инновации, да, можно так сказать. Есть инновации, да. Да, да, это здорово, это здорово. Кстати, по поводу малогабаритного жилья и малоэтажного жилья, да, вот такая тоже была фраза, насколько я вас услышал. Востребовано малоэтажное жилье, мы уже видим. Абсолютно. Я еще член Совета директоров НАМИКС, Национального агентства по малоэтажному коттеджному строительству, где Елена Леонидовна Николаева, депутат Государственной Думы, является президентом. Вот пять лет тому назад никто не говорил о том, что будет малоэтажное строительство востребовано. Востребовано. И я помню ее славно, говорит, меня просто говорили, Елена Леонидовна, ну, вы знаете, не говорите ерунды. Вы знаете, да, никакой у вас малоэтажки, а сейчас... Причем, извините, Николай, ведь логика какая простая, да, вот есть земля, она достаточно дорогая, и понятно, да, что получить участок, оплатить его, да, инфраструктуру подвести там, все коммуникации, это дело не дешевое. Так давайте лучше мы 24 этажа, чем 5, но это же будет гораздо выгоднее, рентабельнее, боже мой, ну, логика железная. Ну, тут уже, понимаете, тут уже среда обитания, тут совершенно другая среда обитания, это малоэтажное там жилье, ты знаешь там всех своих соседей, у тебя там свежий воздух за городом. Это, скажем так, развитие территории, комплексное развитие территории. То, что есть везде, но, к сожалению, нет у нас. Но у нас нету по одной простой причине, что у нас не разница еще инфраструктура, дороги, коммуникации, которые там не подведены, понимаете. И вот люди не могут добраться из города за город, потому что они должны оставить все пробки, как бы, либо это на машине, либо поездом, потом добираться, ему не выгодно, он лучше будет здесь. Ну, это теряет смысл, да, я еду за город для чего, чтобы это было вот в кайф мне, у меня там природа, погода, у меня малое количество соседей и тех, которых я знаю, с которыми я живу, но при этом я добираюсь, я полжизни на это дашь. Два с половиной часа я добираюсь вечером или утром, ну, зачем я буду там? И все переходит это в загородную жизнь, в субботу, в воскресенье, приехал на дачу, пожарил шашлыков, обратно вернулся. Да, 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 все замечательно. Сейчас тенденция меняется, потому что делаются дороги, мы даже посмотрим в новом Москве, как бы, да, Киевская трасса, вот сейчас, как бы, будет реконструкция второй дороги. Сейчас это все реконструируют и дают возможность людям выехать из Москвы, там, за 20-30 минут добираться за городом. И вот эта комплексная застройка, она сейчас именно будет застраиваться малоэтажным жильем, потому что оно востребовано. Во-первых, оно меньше рисков для покупателей, потому что одно дело строить 25-этажный дом с коммуникацией, другое дело... Да, 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 и в какой-то, да, на 23-м этаже кончились деньги, ну, или еще что-то случилось. Все, вот это, как бы, да, проблема манутых дольщиков. Здесь она минимизирована, здесь свежий возраст, их люди, людей ты знаешь. То есть, вот, все плюсы... Но строитель идет на это все-таки... Осознанно. Осознанно, да? Конечно, строитель идет на это осознанно. Он понимает, что он все-таки, да, маржа у него чуть меньше получается, ведь очевидно, или нет? Ну, понимаете как, она чуть меньше, но и себестоимость строительства другая. Себестоимость строительства тоже меньше. Ну, себестоимость строительства, ну, помимо этого, вот... Инфраструктура дороги. Если говорим, да, о новой Москве, ведь это забота девелопера, это забота строителя, да? Ему говорят, хочешь построиться Давай еще дорогу Столько километров А как по другому? Вот я недавно Хуснулин давал интервью Говорит на МИПИМе Ребята, а как по другому поступить? Они взяли земельный участок 10 гектаров Застроили на этом земельном участке 250 тысяч квадратных метров А школ нету, детских садов нету Дорог нету Кому они нужны? Во-первых, они продадут А что потом нам делать? В Москве нужно будет строить детские сады Нам самим Так если ты девелопер Нельзя же зарабатывать в одну сторону Сделать так, чтобы было интересно и тебе И городу, и людям Ты отдельно строишь квартиру Зарабатываешь денег А окна прорубает кто-то другой А дверь вкручивает еще третий Ты снял сливки А городу разбирается своими садами Именно поэтому все пересматривается Делается так, чтобы было комфортно На среду обитания Да, пожалуйста, строите Зарабатывать никто не против Но можешь сделать коммерческий детский сад Никто не запрещает Пожалуйста, детский сад сделай Но сделай его коммерческий Пожалуйста, обслуживай Хочешь сделать школу? Делай школу, чтобы она была Делай ее коммерческой Ну да, да, вполне логично В противном случае будет куча жилья А город, как бы регион Муниципалитет скажет Ну, люди живут Людям же надо где-то учиться Отправлять детей в школу В школу, в сады Куда им это делать? Магазины Да И это ляжет головной болью Конечно Именно поэтому сейчас пересматриваются Да, я понял Хорошо Хорошо Ну, тема, конечно, достаточно острая И у нас времени до следующих новостей Не много Давайте я начну По крайней мере, упомянули мы По поводу обманутых дольщиков Да, бедолаг этих несчастных Боже мой Ну, в конечном итоге Я, конечно, никого не оправдываю Сложно сказать Хотя, ну, как бы объективно Да, вот были такие сложные у нас времена Посткризисные и так далее Причем, я предполагаю Да, Николай, можете меня поправить Что часть компаний Которые оказались вот в этой сложной ситуации Да, не смогли выполнить своих обязательств Они ведь не мошенники изначально Нет То есть часть Ну, по крайней мере Я уверен, что 80-90% В большинстве случаев Да, в большинстве случаев Не, не мошенники То есть ребята нормально Да, как бы строили, строили, строили Но потом глянул кризис Ну и что делать? Ну, кончились вот деньги, да И нет возможности двигаться дальше Да, да, абсолютно Это, собственно Восприниматься Все время воспринимается Это односторонний некий Я сейчас никого не оправдываю Опять-таки, да Я уверен, что процентов 80 точно Это не мошенники Это просто люди Понимаете Мы говорили о том, что есть там 20-30 компаний крупных Есть там Причем компаний, может быть, 100 Там средник Там остальные мелкие И мелочные Вот есть компания, которая ввела там Один дом, два дома Понимаете И у них не было ни оборотов денег Они строили деньги Они строили за счет денег Которые покупали квартиры Сто инвесторы так называют Сто инвесторы, да Они будут нам за этих дольщиками Как сто инвесторы Да, да, да Я прошу прощения Еще раз мы делаем паузу Сейчас слушаем новости На Финам.фм Потом продолжим Итак, друзья Продолжим наш сегодняшний эфир Мы говорим о строительном бизнесе в России У меня в гостях Николай Цыгану Президент инвестиционной строительной компании Премьер Холдинг Присоединяясь к нашей беседе Телефон в студии 6510-99,6 Код Москвы 495 И сайт компании Финам.фм Ну что ж И перед тем, как уйти на новости Мы такую тонкую тему подняли Да, это проблема обманутых Соинвесторов, так, наверное Да, обманутых дольщиков И еще раз я вот хотел бы услышать о вас Действительно ли это так Что все-таки большинство компаний Которые в конечном итоге Оказались вот в этой неприятной ситуации Изначально не планировали никаких вот Так сказать Как это Противоправных действий Да, то есть Повторюсь, да Я согласен с этим Я считаю, что процентов 80 Конечно Люди просто имели там один-два объекта Они его строили Строили на деньги Соинвесторов У вас, конечно, в итоге Пришел кризис Кучились деньги Да У людей, которые должны были Следующую квартиру купить Или следующую там Да, несколько квартир купить Они перестали инвестировать Соответственно У них не было денег строить А так как там Моржа как бы небольшая Ну да Вот Не было где перекредитоваться Не было других объектов Где они могли Привлечь как бы Финансирование Для продолжения строительства И вот Осталось И остался Достроенный дом Остались люди Я уверен По крайней мере Я знаю немного Вот эту проблему Потому что мы там Помогаем В некоторых таких домах Вот Если смотреть на эту проблему Прямо в лоб Я считаю, что именно Вот так и произошло Ну вот, кстати Если можно, два слова Помогаете вы И в принципе Да, я знаю прекрасно Что на самом высоком уровне Да За этим пристально следят Каким-то образом Стараются найти пути решения Но тем не менее Не все Не все Так сказать Эти пути найдены И решения далеко Не по всем вот этим объектам Сейчас существуют Согласен В Московской области Когда Сергей Кужегетович Пришел к губернаторам Он тут же создал комитет По долевому жилищному строительству Который именно Непосредственно Будет заниматься Проблемой обман Тудольщиков Там Александр Борисович Коган Возглавил этот комитет А вот И считаю Достаточно успешно Сейчас ведется В этом плане работа Вот если взять По крайней мере По нашим объектам Которым по Королеву Сейчас Помогаем Людям Достраиваем Здесь понимаете Здесь должен быть симбиоз Симбиоз Именно Главы администрации То есть это некая Политическая воля Да Знаете это политическая воля Поддержка есть Но не может там Один комитет решать Как бы вот Пришел Да По мгновению палочки Все решил То есть это не решается Это решается Глава администрации Глава администрации Должен хотеть Решить эту проблему Совет депутатов Муниципалитета Должен хотеть Решить эту проблему Комитет Он как бы для этого поставлен Он решает И дальше Министерство строительства Вот 4 человека 4 департамента Если хотят работать вместе И хотят решить проблему Проблема решается И вот по тому же Королеву Именно так и было Там было 400 Памятник изменения 457 семей обманутых дочками В прошлом году сдали 2 дома 300 человек обрели свои квартиры А вот в этом году По-моему 150 квартир Мы там будем в сентябре сдавать Последний как бы дом И то что касается по Королеву Мы эту проблему решили Но это было желание Именно Минакова Валерия Александровича Главы администрации Александра Борисовича Когана Депутатов Вот это было все вместе Желание решить И проблема решилась Хорошо у них же есть желание В Королеве есть желание А в другом регионе нет желания Почему? Просто не хочется этим заниматься Вот это просто Понимаете я Ну как вариант Какая мотивация Ну не хочет Где-то там лень Где-то не может Где-то Времени не хватает Какая-то корыстная Как бы цель Мы с такими встречались На одном проекте По-разному Понимаете для того Чтобы решить проблему Нужно взять на себя Какую-то ответственность Ответственность Конечно А взяв ответственность Ты понимаешь Что просто так Проблему Нельзя решить Ты идешь по лезвию Между законом Как бы да И проблема Которая может возникнуть Если ты руководитель администрации Ну ты понимаешь Ты идешь на благое дело Ты идешь Вот от депутата Вот приняли решение Вот мы решили Вот мы взяли инвестора Инвестор Выполнил свои обязательства Мы дали ему дополнительную площадку Он построил Вернул свои деньги Ведь инвестор тоже Идя на решение этой проблемы Он входит со своими деньгами Да И тоже риски берет Он вкладывает свои деньги Для того чтобы сдать эти дома И он должен быть уверен Что ему дадут другую площадку На которую он А Построит И вернет Продаст эти квартиры Вернет День который он вложил Ну и конечно что-то заработает Абсолютно верно Это не значит Это же не благотворительность В конце концов Правильно Понимаете Вот мы немного Не зарабатываем Скажем так Сотни миллионов Да Мы понимаем Что мы Каждая компания Должна быть социально ответственной То есть если она строит В регионе Она должна там помогать Да То пожалуйста строит Но если есть проблема Мы готовы строить Но не в убыток Понимаете Если компания понимает Что они получают Поддержку со всех сторон Она идет и решает Эту проблему Ей не нужно там Мега прибыли Вот Но она решает И она видит эту поддержку Если она поддержку не видит Почему много объектов Которые не решаются Не достраиваются Потому что приходит компания Она видит убыток там Минус миллиард Она спрашивает А вот где я скомпенсирую Как бы дайте деньги Как я скомпенсирую Если ей объясняют Вот там земельный участок Мы выделим Здесь вы построите Он считает финансовую модель Говорит да Окей Я тут заработаю денег Верну свои Я готов пойти и помочь И здесь он должен быть уверен Что и губернатор И министр Как бы да И глава администрации Он получит со всех сторон поддержку Тогда он спокойно идет Выполняет свои обязательства Помогает людям Достраивает Возвращает свои деньги И идет дальше работать Да вполне логично Кстати вот в этом случае Опять таки не возникают Новые какие-то риски Ну то есть вот Оценили да Рентабельность подобных мероприятий Говорит я согласен Общается с чиновниками Те вроде бы Ну давай мы тебе поможем А потом раз и съехали Может быть такое Может и такое Ну понимаете Вот здесь уже Вы поймите Вы поймите тоже правильно Смотрите Все поменялось Каждый губернатор Каждый министр Уже работает немножко по-другому Если раньше все были закрыты То сейчас все открыты Именно для решения этих проблем Никто Это их инициатива Что они стали все открыты Или просто Вот так Это тренд Это тренд Хорошее слово Тренд открытости Но это позитивный тренд Как минимум Я считаю что да Если ты чиновник Должен быть открыт Если есть проблема Вот сейчас Там же Московская область Там пишет Там Александру Борисовичу Когану Прошу у вас У нас проблемы Он берет бумагу Да И как бы дальше Он звонит администрации Приглашает главу администрации Так почему не решаешь Скажи какие проблемы Мы тебе будем помогать Вот какой сейчас тренд Люди имеют возможность Писать И их слышат Если раньше их вообще не слышали То сейчас их слышат Я там Уверен что там Год-два Это проблема А если все будут хотеть Как сейчас хотят Да Я думаю года через два Это проблема все решится Вот здесь еще мне понравилась Очень ваша фраза Ведь чем Ну о чиновнике опять говорим Чем мотивирован чиновник Он должен видеть Что он делает Ну извините за пафос Он видит добро Он приносит пользу Реальную пользу А другой чиновник Который не хочет этого делать Он говорит Зачем я пойду по этому По этому лезвию Зачем Мне так хорошо живется Зачем я на тебя буду Согласен Взваливать какие-то еще Дополнительные проблемы Я хорошая жизнь У меня и так И что ему закрывает на это глаза Да И на самом деле Я не буду там Говорит по фамильям По фамильям Да Я лично встречался С такой проблемой Когда просто глава администрации Не хочет решить Вот просто он Все что угодно Он говорит Я не буду Не хочу Не могу Не буду Кучу Отговорок Не хочу Хотя люди Пишут Приходят на прием Говорят Решите А кому У них же нет Такого варианта Давайте президенту Напишем Он будет сам лично решать Есть действительно Если каждый Скажем так У нас же президент Все как бы делает Но он не всемогущ Если ему каждый Муниципалитет Каждая глава администрации Каждый министр Будет помогать Тогда будет идти дело Есть как бы тренд Скажем так Надо там Решить проблему Монте-Дольч А для этого должен быть Каждый включен Каждый чиновник В России должен быть включен Вот в эту программу Тогда проблема решается Если хоть одно звено Выпадает Там глава администрации Не хочет Ну ты что сделаешь Его выбрали Его люди выбрали Он пять лет спокойно сидит Но не хочет решать После того какого иду Решите как хотите Да То есть на пять лет Этот вопрос подвис Да Пока Да И я могу сказать Там очень много таких Муниципалитетов Где именно так и происходит Да Кстати Ну говоря о нынешнем Да Мы вот В позитивном тренде Ну и ситуация изменилась Видимо и в бизнесе В том числе Да Сейчас есть вообще риски Вот кому-то Кто соинвестирует Эти схемы остались Ведь еще да То есть есть схема Да конечно Частный Покупатель Он вот на этапе строительства Да Да конечно Сейчас по 214 Федеральному закону Регистрируется каждый договор Да То есть они Платят деньги Они не платят Они платят деньги Только после того Как получили решение На строительство Где проектная декларация Повешена Как бы на сайт Вывесили на сайт Они смотрят Именно Кто строит Кто застройщик Да Как это идет И регистрируется В регистрационной палате Его договор Да То есть он полностью защищен По 214 федеральным законам То есть другими словами Вот я как соинвестор Сейчас вот В марте 2013 года Я вот подобных рисков Уже не имею Что что-то вдруг случится И я останусь опять Значит несолонохлебавший Да У разбитого корыта Еще масса можно Других эпитетов Богатый русский язык Да Предлагает в этом случае И я буду так же Чувствовать себя Неким обманутым дольщиком Вот такого риска Нет уже на 100% Я такого не могу сказать Этри существует всегда Ведь Понимаете как Ты свой инвестор Ты приходишь платить Вернее покупать квартиру На начальной стадии строительства И платишь меньше гораздо Тот же там Скажем так Один из наших объектов Королев То есть Средняя цена по Королеву В готовых домах Там 85 тысяч рублей квадратных метров Мы его продаем По 60 тысяч рублей квадратных метров Да То есть Фактически 25 процентов На 25 процентов меньше Ты инвестируешь За год Мы построили Ты получил квартиру Ты хочешь продать То есть это твои инвестиции А любые инвестиции Естественно Имеют определенные риски Это логично Понятно что каждый покупатель Должен сначала смотреть Что это за компания Какой у них опыт Там и так далее Прежде чем во что-то вложиться Надо понять Конечно Если каждая компания Будет вкладывать деньги Именно вот так То и количество Обманутых Соинвестов Дольщиков Будет меньше Смотрите Как бы Вот какая была проблема Именно построительство На землях ИЖС По индивидуальной Жизнь строительства Дома Где строили там 4-5 этажные Многоквартирные дома Вот и потом сносили Через судебных приставов Почему Потому что средняя цена По рынку Там 60 тысяч рублей А он продавал ее За 30 тысяч рублей То есть человек Заранее понимает Он же не получал По 10-14 федеральному закону Да документ Он не регистрировался Он просто получал бумагу О том что он Там соинвестор Он вкладывает как бы деньги Но это же его риски были То есть он вложил деньги Во что-то Он сэкономил 50% с рынка Ну так же чудес не бывает Если определенная Себестоимость строительства Если определенное Подключение коммуникации Там да Банковские кредиты И так далее Если определенные деньги И определенная себестоимость Любого строительства есть Если она стоит В среднем по рынку Там 70 тысяч рублей За квадратный метр А тебе предлагают за 35 Ну чудес на свете Не бывает Конечно Можно вспомнить Про бесплатный Сыр Сыр в мышеловке И так далее И тем не менее Смотрите еще Тонкий момент На мой взгляд Ну очевидно Что как минимум До кризиса Когда рынок Ну я не знаю Даже слово какое Подобрать Рынок просто Что он делал Он не просто рос Он взорвался В ценах Все занимались Девелопментом Строительством Все абсолютно И все инвестировали Потому что Прекрасно понимаю Инвестировали На таком Частном уровне Все говорят Во что вложиться Ну смотри Вот недвижимость Ты прет Надо купим Что-нибудь На этапе строительства Пока не мерь Вот оно есть Ему ее можно пощупать Потрогать Зайти Закрыть дверь И оно твое Совершенно верно Если даже что-то случится Ну как бы Квартира останется Ну или что-то другое Так вот сейчас Смотрите Если мы даже Рассуждаем о том Что схемы Когда я становлюсь Своим инвесторов На каком-то начальном этапе Она осталась А вот Желающих Именно Ну приобрести себе Квартиру На этих условиях Или желающих Вложить свободные деньги Да Жилье мне не нужно А я вот хочу Пронесить Некий инвестиционный доход Вот это соотношение Изменилось Каким-то образом Вы знаете Я думаю что нет Нет То есть желающих Инвестировать Именно проинвестировать Купить Две-три-четыре квартиры Вложить свободные деньги Потом перепродать Я думаю Соотношение Ну плюс-минус Как бы такое же самое Осталось Потому что Рынок Жилья Он Ну всегда был Высокомаржинальным И Ну зависимо конечно От проекта Но по крайней мере Если там В офисном сегменте Ты понимаешь Что у тебя там На 10 лет Период окупаемости Там 8-10 лет Там 6-7 Это же супер То рынок жилья У него окупается Совершенно другая Гораздо меньше Если у тебя хороший проект Если у тебя хорошая архитектура Если у тебя хорошее место Вот Ты там Не успел его построить Уже весь продал Уже готов Да то есть Меньше отвлечения денег Меньше кредитных ресурсов И так далее Вот Но и люди вкладывают деньги Они понимают Что да Вложив на сегодняшний На начальном этапе строительства Там На минус 25% Через полтора года Он может просто продать И заработать Этого денег Как минимум 25% отбить Уж не говоря о том Что цель Ну да Выплатив налоги Еще чего-то Здорово Николай Сейчас прервемся Новости на Финам.фм Потом продолжим Итак друзья Последняя часть нашего Сегодняшнего бурного эфира Мы говорим о строительном бизнесе в России И мой гость Николай Цыгану Президент Сонной строительной компании И премьер холдинг Знает о нем Не понаслышке Начнем с того Николай Что у нас есть звонок Слушатель Александр Давайте собственно Его и выслушаем Александр Добрый вечер Вы в эфире говорите Добрый вечер Добрый Меня зовут Александр Так вот вопрос Я приобрел квартиру По 214 закону Одинцова Но в выложенной документации Сказано что Компания зарегистрирована В Кипре В связи с последними событиями На что это может повлиять Или нет И не о чем не беспокоиться Только банкам относится А с моим запросовщикам Все будет хорошо В общем такой актуальный вопрос Для меня Актуальный безусловно Безусловно Спасибо Спасибо Александр Спасибо Александр Но понимаете какая ситуация Если компания зарегистрирована На Кипре Но она по российскому Законодательству Находится в России И строит в России И все деньги Она обязана отчитываться Министерство строительства Московской области О том куда она делала Деньги дольщиков Вложение на строительство Я думаю что Если она выполняет Все законы То проблем не должно быть В том что Учредители Регистрации находятся на Кипре Я думаю что это не должно Никак поговорить По крайней мере Если она все деньги Которые получила Со всех дольщиков Не отправила на Кипр То проблем быть не должно Если она туда отправила То понятно что Все может быть Я надеюсь что у вас Все будет хорошо Компания в России И работа по российским законам Ну мы всегда На это надеемся И наверное это правильно Надо всегда надеяться на лучшее Надо всегда надеяться на лучшее Спасибо Николай Продолжим наш разговор Значит Вот что Хотелось бы мне Еще от вас услышать Мы говорим о том Что есть В недрах строительного бизнеса Есть у нас Разные варианты У вас точнее Разные варианты Вы можете Средоточиться на рынке Жилых Объектов Жилье строить Оно более Высокомаржинальное И быстрее окупается Это наверняка С точки зрения Ретабельность и бизнес Выгоднее Причем внутри жилья Есть у нас Вот такое строительство Такое Сякое Потом есть рынок Нежилых объектов Каких-то Специализированных И так далее Вот как этот выбор делается Он Исключительно Все Связано с маржинальностью Я думаю нет Я знаю много компаний Которые работают Только в сегменте Офисной недвижимости Я знаю компаний Которые работают В сегменте Складских помещений То есть Понимаете Здесь Я в начале нашего разговора Говорил Если есть команда Есть понимание Этого сегмента рынка Ты в нем работаешь Можно работать Скажем На рынке Офисной недвижимости Ты понимаешь В каком месте Где можно построить Офисный комплекс Какого класса Б Плюс Б Минус А И так далее То есть Ты знаешь этот рынок А до Я У тебя есть определенный пул Арендаторов Ты понимаешь Его доходность 8-10 лет окупаемости Ты в нем работаешь В жилье Ты не знаешь Потому что рынок жилья Он тоже специфичен Начинает разрешение На строительство Подбор земельного участка Проектирование Согласование Все остальное Это тоже Свои определенные специфичные То есть Даже набор Документации Абсолютно Процентов может быть На 20-30 они схожи Но все остальное Это совершенно как бы Разные И разные люди Разные В девелопменте Есть и Подбор земельного участка Согласование всех документов Потом Продажники Строители То есть Это Своя определенная специфика Здесь выбирается только Я думаю Что То что ты знаешь Или то Если ты там Крупный инвестор Та команда Которая тебя подобран Ну да Это логично Вполне логично Заниматься тем Что тебе близко Что тебе понятно В чем ты понимаешь Пусть ты не заработаешь Не знаю там 30% годовых Ты заработаешь 10% Ты четко понимаешь Где это Ты можешь прийти В 10% В 30% Влезть в рынок И не заработать ничего Совершенно Именно потому что Ты не в материале Как говорят Каждый должен заниматься Тем Что он знает Это правильно Это правильно Давайте значит У нас есть звонок Сейчас пока Мы еще не определились с ним Тогда вот какой вопрос Николай вам Значит Вот по поводу трендов Мы сегодня замечательно Определили Ну такой Главенствующий тренд В целом Оптимистичный А если Так сказать Несколько более конкретно Поговорить о трендах Которые главенствуют Сейчас на рынке Недвижимости Ну или На рынке строительности В России То есть что сейчас Наиболее востребовано Ну мы о жилье говорим Наверное Да прежде всего Что сейчас наиболее востребовано Востребовано Может быть Какой географически Так сказать Предпочтительней Да Смотри Я бы так сказал Да Если раньше все ориентировались На Московскую область Очень многие девелоперы Сейчас ушли в регионы Потому что в регионы На сегодняшний день Востребование с жиле Примерно такая же Как в московском регионе А почему Востребование такая же Но они пошли в регион Почему Понимаете Как бы там Меньше административных Барьеров Да Быстрее доступ К земельным участкам То есть Это формирует Скажем так Старт Любой площадки Если ты можешь Зайти на площадку И через полгода Начинаешь строить Или ты зайдешь на площадку Будешь строить через два года Ну как бы разница А два года Я согласовываю документы Да То есть И такое может быть В нашей практике Я думаю Что многие девелоперы Меня поддерживают И такое есть И по году И по полтора И по два Там согласовывающие документы Когда же деньги-то зарабатывать Боже мой Ну так и ваш Учительный девелопер Такая специфика Бизнеса Да Можно сказать А в этом случае Востребоваться на сегодняшний день Жилье С квартирографией Как бы да С квадратным метром Студии 25 там Тире 32 То есть Вот это как раз тот самый тренд Это тренд Однушки там 28-35 Двушки Там 35 Там 42 То есть Вот все что Малогабаритом Потому что люди на сегодняшний день Понимают Им нужно Жилье Они готовы Как бы да Если это молодая семья Готовы взять Ипотечный кредит И муж и жена работают Они примерно понимают Свой бюджет Они могут спланировать Понятно что как бы там Это десятилетний там Как минимум Как бы да Проект Горизонт планирования Но в любом случае Они понимают что они молодые Они готовы работать И платить за ипотеку Но там они не готовы платить За двухкомнатную квартиру 75 квадратных метров Которая была до кризиса Даже в ипотеку не готовы Даже не в ипотеку А вы понимаете Ипотека это что такое Ты купил квартиру 65 тысяч Ой 65 квадратных метров Там по 60 тысяч рублей За квадратный метр Вот там 12 миллионов отдал Но ты понимаешь А тебе она не нужна Тебе нужно просто крыша на голову Тогда тебе просто интереснее Пойти взять Снять жилье За там За 300 тысяч рублей И просто там 15 лет просто жить В съемной квартире И никто тебе это не запрещает Ну это здорово Не запрещает Но здесь наверное Надо говорить о психологии уже Во-первых о психологии Потому что это мое Это мое Это меня никто не отберет Я должен работать Это меня стимулирует Скажем так постоянно работать Пока я не выкупил Выкупил Это мое остается Хотя там на западе Немножко другая психология Но в то же время Человек Что он будет платить за квартиру Что он ее выкупит Но ему нужна маленькая квартира Потом он разберется И именно поэтому Инновационная технология По монолитно-каркасному домостроению Он позволяет С однокомнатной квартиры Выкупить соседа Просто снести перегородку У тебя уже там Трехкомнатная квартира Двухкомнатная То есть вот Такие трансформеры Скажем так Дома трансформеры Они сейчас как бы Именно в тренде Я правильно понимаю Он уже готовый дом стоит Он уже там нарезан на квартиры А потом можно легко Сейчас такое есть понятие Несущая там стена Которую невозможно Там просто Нельзя ее Это самое Именно почему В панельном домостроении Как бы у тебя панелька Она изначально идет С квартирографии 65 квадратных метров Двухкомнатная квартира И ничего не сделаешь И ты там трешка Ты ничего с ней не сделаешь Можно конечно сделать Но для этого надо делать Усиление конструкции В зависимости от того На каком-то На втором, на третьем На четвером Потому что все может Это делать То есть это там Делается проект Все все равно делается Но это там тяжелее А здесь Здесь как бы Трансформеры Стенку убрал Хочешь да Увеличил квартиру здесь Хочешь купил в другом месте Я говорю Тренд именно Малогабаритная квартира Однушки, двушки, трешки Очень редко Вот Чтобы Была крыша над головой Николай Вот тему хорошую подняли Если можно Давайте порассуждаем На эту Ну ваше мнение Меня интересует Вот есть действительно Такое отношение К недвижимости На чем оно Зиждется Если там Штаты взять Ну или там Западную Европу Вот там как-то проще Да Они могут всю жизнь Прожить в съемном жилье И особо по этому поводу Не переживать У нас вот к сожалению Нет Такой Ну в данном случае Такого отношения Может быть Да Вот считается Я помню И мама мне говорила И все мне говорили Обязательно У тебя свой уголок Вот так Свой уголок Я говорю Мам Ну зачем мне он сейчас Мне не нужен Потому что я еще Молодой человек Туда надо поехать Сюда надо поехать Где он А здесь я к уголку Буду привязан уже Нужно ехать два часа До своего уголка Совершенно верно На чем это основано Это ментальность такая Я думаю Здесь Раз ментальность Другая стоимость Аренды И качество Потому что Ну не секрет Что сейчас Все что Ну там По крайней мере 95% Арендного жилья Это квартиры Которые Вторичное жилье Да Бабушки Дедушки Или это там Две квартиры Осталось там По наследству Одну сдаешь Или еще Интересный вариант Я тоже где-то слышал Что у меня большая квартира Да Я мне такая большая Я ее сдам Перееду сам в маленькую И вроде бы и деньги Да Сейчас хоть этот тренд Как бы тоже есть Люди сдают в Москве квартиру Там по 40-50 тысяч Съезжают за город Там даже в Тверской области В Московской области Где-то на окраине Покупают квартиру По 30 тысяч Там по 40 тысяч рублей За квадратный метр Там одна комната Студии Там живут Это сдают И им это достаточно Это речь наверное Даже о пенсионерах Да Люди пожилого возраста Хотя Если взять рынок Тоже арендным жильем Там в Германии Если ты снял жилье По немецкому закону Если ты снял жилье И ты живешь в квартире То тебя оттуда выселить Практически невозможно То есть это на уровне Документов о собственности Да Если ты ему сдал Аренду Подписал с ним договор Аренды И он тебе исправно платит Арендную плату С учетом инфляции Каждый год То есть ты можешь считать Что ты потерял свою квартиру Она будет у него Пока мне сегодня Оттуда не съедет Таково Таково закон Это здорово То есть Ты взяв квартиру в аренду Если тебе надо в другое место Пожалуйста Ты ее отдал спокойно То есть там Обезопасен именно арендатор Не арендодатель А арендатор То есть ты снял И вот Вот к этому сейчас Двигаются как бы в России Именно к тому Чтобы человек мог Снять квартиру В хорошем доме Примерно так же Как он покупил бы квартиру Люди же где покупают Что был там детский сад Детская площадка Хороший дом Хорошее окружение Работы удобно И так далее Недалеко от работы Он уже покупает Это именно поэтому И вот сейчас Аренды жилья Толжен к этому стремиться Чтобы он мог сдать По 15-20 тысяч рублей Квартиру Сдать в аренду Чтобы человек пожил Но у него все То же самое есть Он не чувствует себя Как бущерный Гостем Причем арендатор Правильно говорить Арендатор В нашей нынешней ситуации Я так понимаю Он больше не защищен Чем они дадут Он вообще не защищен Ты пошел в квартиру Человек приходит Иди отсюда До свидания Деньги Вот Может отдать Может не отдать Это же как бы Есть проблема Почему сейчас Даже в Москве Пытаются это все Сделать на уровне Открытости договоров Там аренды Чтобы они платили налоги Там в налоговую Во-первых Ты открыт Ты заключил договор Ты как минимум обезопасен Да То есть Ты можешь пойти в суд Сказать Слушай я заплатил тебе аренду Там я по договору Там должен 11 месяцев Быть в квартире Но И не подписывается Ведь больше 11 месяцев Никто не подписывает По одной простой причине Все что больше нужно регистрировать Да Поэтому вот этот рынок Арендного жилья Он сейчас Он должен именно к тому стремиться Чтобы любой человек Он хочет Там снял на 5 лет И спокойно платит Арендную плату Живет в нормальных Хороших условиях То есть в конечном итоге И нам можно сказать о том Что мы должны стремиться К некой легализации Чего бы мы ни делали Абсолютно согласен Кстати Кипр можно в очередной раз Друзья мои Время закончилось Николай Огромное спасибо Здорово у нас сегодня получилось Мне по крайней мере Очень понравилось Друзья мои Я напомню В гостях сегодня был Николай Цыгану Президент стационарной строительной компании Премьер Холдинг Спасибо огромное Тренд Позитивный Это главное Уважаемые слушатели Спасибо за внимание Успехов в бизнесе До свидания Всего доброго Спасибо за внимание